Веб-квест Я сегодня несколько слов вам расскажу о том, что такое веб-квест и о том, какие инструменты, онлайн-сервисы и платформы помогают создавать задания веб-квест и как это все можно использовать в работе. По ходу своего рассказа, как всегда, я в чат буду отправлять ссылки на разные интересные работы. Сегодня я буду показывать разные квесты, которые созданы и в библиотеке, и в школе, чтобы вы могли на практике посмотреть, как это работает, полистать, посмотреть. Кроме того, презентацию, которую я сейчас буду показывать, она доступна для скачивания в течение всего вебинара. Вы можете в разделе ресурсы, значок с серой папкой, если его нажать, откроется список ресурсов, и презентация называется веб-квесты. Вы можете ее сохранить себе на компьютер и затем использовать в работе. Там собраны все ссылки, которые я буду демонстрировать в ходе нашей презентации. Если что-то у вас не откроется или вы не успеете скопировать ссылку, то все это будет доступно и после вебинара тоже, если скачаете презентацию. Итак, понятие квеста пришло к нам из компьютерных игр. Как правило, это какая-то интерактивная история с главным героем, которым управляет игрок. И самым важным в квесте становится повествование и обследование мира. В ходе этого обследования главный герой постоянно сталкивается с разными задачками, головоломками, которые должен решать каким-то образом. Сейчас квесты уже перестали быть частью компьютерных игр. Это уже свой особый жанр. Их проводят и в реальности специальные учреждения, занимаются квестами, появляются различные квест-комнаты и какие-то другие локации для проведения квестов. Кроме того, квест стал хорошим жанром и в библиотеке и в школе проводят такие мероприятия. Как правило, это развлекательная либо учебная игра, в зависимости от того, с какой целью проводится. Как правило, это команда из нескольких человек, которая в специально подготовленном помещении проходит этапы квеста, применяя логику, ловкость, умение работать в команде, умственные усилия какие-то прикладывая и так далее и тому подобное. Опять-таки, из квест-индустрии пришли самые разные виды квестов к нам. Какие-то кажутся нам экзотичными, какие-то вполне возможны для проведения библиотеки. Например, первый тип – это Escape Room или квест о том, как выбраться из комнаты. Команда заперта в помещении, используя многочисленные подсказки и вспомогательные средства, которые там спрятаны где-то в этой комнате. Участники должны за ограниченное количество времени выбраться наружу. Обычно дается час на прохождение этого квеста. Вот этот жанр как раз, как правило, в квест-комнатах и проводится для игроков. В библиотеках и школах не очень часто. Второй вариант – это квест в реальности или живой квест. Вот это довольно часто проводится. Здесь уже не надо искать никакого выхода. Игроки получают какой-то сценарий игры, спасают вселенную, расследуют какую-то детективную историю, проводят расследование, ищут артефакты и многое-многое другое. Можно проводить это в помещении, можно на улице. Городской квест в этом случае получится. Выполняя задания, игроки двигаются по маршруту, по сценарию, от точки к точке, получают баллы, артефакты, кусочки карты, из которых на последнем этапе складывают нечто. Либо какое-то ключевое высказывание, либо карту сокровищ получают, либо еще что-либо, сундук с монетками. Все что угодно в зависимости от сценария организаторов. Экшн-игра – это квест не только на логику и на умственные какие-то способности. Это квест, где умственные задания чередуются с заданиями спортивными. То есть участники должны быстро куда-то переместиться, выполнять какие-то действия спортивные и так далее. Но это в основном на открытом воздухе, конечно. Квест-перформанс. Перформанс предполагает участие в квесте актеров, которые направляют игровой процесс. Это герои, которые встречаются участникам по ходу прохождения этапов. Например, они помогают участникам, либо мешают им. Дают им задания, головоломки, подсказки и так далее. В детских библиотеках очень часто можно встретить именно такую форму, где, например, сказочные персонажи помогают детям проходить этапы квеста. Дают им подсказки и предлагают разные задания. Мешают им или помогают. Морфеус квест. Ну, это такая редкость. Ни разу не видела и ссылок в интернете. Однако о форме этой говорят. Это необычная игра. Здесь игрокам завязывают глаза. Почему Морфеус? На протяжении всей игры глаза завязаны, и все действие происходит в воображении участников. Здесь также, как в перфумансе, участвуют актеры, которые помогают проникнуть в атмосферу квеста. Тут очень важно звуковое оформление, шумовое оформление, сами интонации актеров и так далее. Ну, вот немножко такой экзотичный способ. Ну и, наконец, веб-квест. Вот то, о чем сегодня более подробно будем разговаривать. Сравнительно молодой жанр квеста связан он с применением в квестовых технологиях информационно-коммуникативных. Если посмотреть в интернете, да и вообще в разной справочной литературе, как трактуют понятия веб-квеста, то вот можно найти пару таких определений. Во-первых, считается, что веб-квест – это такое проблемное задание с элементами ролевой игры, для которого, чтобы выполнить его, участники должны использовать информационный ресурс интернет. Поэтому он и называется веб. Второй вариант определения. Веб-квестом называют игру из нескольких этапов, которая создана с помощью онлайн-сервисов и размещена в сети интернет. Первое определение, оно такое более частное, более узкое. Здесь обязательно нужно проблемное задание, распределение ролей участников. Обязательно они должны заниматься поисками в сети интернет. Второе определение, оно более широкое. Здесь прописано только то, что это игра из нескольких этапов, и то, что оно сделано с помощью каких-то онлайн-технологий и размещено в сети. Поисковая деятельность здесь не обязательно, от участников не всегда требуется. Но распределение ролей, командная игра тоже здесь не обязательно. Веб-квест может быть и для одиночек, для людей, которые хотят в одиночку его попробовать пройти. Поэтому, исходя из этого, квесты могут быть долгосрочные и краткосрочные. Долгосрочные квесты, как правило, от нескольких месяцев, от нескольких неделей до года. В основном это такие большие проекты, над которыми участники работают несколько месяцев. Вот здесь как раз поисковая деятельность, поиск в сети интернет, исследование разных ресурсов. Все входит в понятие долгосрочного квеста. Если квест краткосрочный, то это, как правило, либо несколько занятий, а может быть вообще около часа все это будет длиться, либо несколько дней. Здесь участникам уже нет возможности как-то глубоко погружаться в поисковую деятельность, поэтому краткосрочные квесты, они очень такие минималистичные. Здесь либо игры, либо головоломки, либо какие-то загадки, которые не требуют от игроков погружения абсолютного в тему. Поэтому вот краткосрочные квесты тоже имеют место быть. Как же их использовать? Ну в школе обычно квесты используются как проектная деятельность. Либо в классе участники над ними работают, либо дома, получают как домашнее задание. В библиотеке квесты пришли как альтернатива традиционным играм и викторинам. Более такое интересное мероприятие, многоэтапное, где может каждый участник себя каким-то образом проявить. Я расскажу вам о нескольких сервисах, которые позволяют создать различные квесты от краткосрочных до долгосрочных. И начнем мы с квестов, которые создаются на платформе Learnies. Эта платформа создана русскоязычными разработчиками, поэтому пользоваться ей очень удобно, она на русском языке. На этой платформе можно создавать не только квесты, здесь можно создавать еще и викторины и интеллектуальные игры. Но мы поговорим только о квестах. Сейчас я две ссылки отправила в чат. Первая ссылка – это квест по страницам книги Чимура и его команда, а второй квест по страницам произведений Лервантова. Как все это работает? Квест сделан в формате Escape Room – выбраться из комнаты. Участникам предлагается какая-то локация. Ну вот, как здесь на картинке комната. Есть дверь, которую нужно открыть. Для этого нужно ввести код, чтобы дверь эта открылась. Как получить этот код? Нужно найти все задания квеста, нажимая на разные предметы, находящиеся в этой комнате, передвигая их, отодвигая, открывая. Допустим, если это шкаф, то его стоит открыть. Если окошко, то отодвинуть занавеску. Если на полу лежат какие-то предметы, то их тоже нужно поднять, передвинуть. Вплоть до того, что можно и мебель двигать, и картинки открывать, и многое-многое другое. В общем, участник исследует всю эту комнату, получает по ходу какие-то подсказки, открывает задания, выполняет их, и получает определенный набор цифр, правильно ответив на все задания. Этот набор цифр вводится как код. Если код верный, то дверь откроется, и вы выйдете из комнаты наружу. Вот такой сценарий игры. Теперь, что здесь можно сделать? Здесь на данный момент 8 локаций, то есть 8 разных комнат можно использовать. Сервис бесплатный. Вы регистрируетесь в нем, а дальше приступаете к созданию квеста. Он буквально создается за полчаса, наверное. Единственное, что вам нужно задание продумать, заранее продумать задания для этого квеста. Задания оформляются в виде картинок. Самый простой вариант – взять презентацию PowerPoint, написать задание каждое. В каждом квесте разное количество заданий. Вот у меня сейчас на экране квест, в котором 6 заданий. Не обязательно они должны все 6 быть, можно и меньше, но лучше, чтобы квест был интереснее, использовать, конечно, все возможности. Далее вы эти картинки в PowerPoint сохраняете, как отдельные картинки, загружаете, как слайды, получается. Дальше вписываете, конечно, правильный код, который должен быть, и нажимаете «Сохранить». Ваши задания будут распределены по комнате, но дальше участникам вы получаете ссылку и даете ее участникам, чтобы они работали с этим квестом. Тут нет ограничения по времени, здесь просто задание такого развлекательно-познавательного характера. Проверить себя, свои возможности и так далее. Давайте посмотрим еще один вариант. Вот как раз, говоря о сервисах в стиле минимализм, их можно создавать ведь и с помощью необязательно специальных специализированных инструментов. Когда я готовилась к вебинару, и только начинала собирать информацию по этой теме, пришла, нашла интересное высказывание. Оказывается, чтобы создать веб-квест, можно использовать практически любой сервис, в котором есть возможности добавления гиперссылок. И я решила проверить, действительно ли это так. Прошлась по нескольким приложениям, по некоторым программам и сервисам, и пришла к выводу, что действительно, можно очень многие сервисы адаптировать для создания квестов. Давайте посмотрим. Единственное «но», если мы будем создавать такую игру-квест маленький, то тут единственное «но». Одно условие квеста будет немножко нарушаться. Дело в том, что квест предполагает, что вы имеете доступ только сразу на первый этап, а далее все задания от вас скрыты. И только ответив правильно на задание первого этапа, вы получаете выход на второй этап. Если вы создаете с помощью различных онлайн-сервисов, то чаще всего все задания уже будут сразу открыты. Выполняя задания, игрок будет переходить от одного этапа к другому, может быть, даже не обязательно в той последовательности, как это хотелось бы. Но тем не менее, он будет по ходу, например, набирать очки, собирать ключевые слова, ключевые буквы, а затем на последнем этапе из этих ключевых слов и букв он может собрать какое-то высказывание, либо слово, которое и станет результатом работы в квесте. Ну, вот как такие квест-викторины делать, давайте посмотрим. Первый вариант. Можно сделать квест-викторину на основе сервисов для создания интерактивных изображений. Например, есть неплохой сервис, который называется Geniali. Я думаю, вы многие о нем слышали. Это сервис для создания различного интерактивного контента. Здесь можно создавать презентации, интерактивные изображения, различные виды игр и викторин. Ну, вот в том числе можно, например, сделать интерактивное путешествие по карте, загрузив любую карту, которую вы считаете нужным, либо вот такую, например, пиратских сокровищ, либо любую другую, какая вам нравится. Загружаете ее как картинку, а дальше прикрепляете к ней интерактивные метки. Вот они здесь корабликами обозначены, кружочками подписаны, какой-то первый, второй, третий и так далее. Задача найти сокровище, например, вот на этой карте. Дальше участники двигаются от первого шага к четвертому, нажимая на эти метки и открывая задание. Как прописано здесь задание. Каждой метке можно добавить вот такую страничку, окошечко, на которой, ну вот, к сожалению, может быть, бывают помехи со звуком. Можно выйти из комнаты еще раз зайти, если не получается. Можно закрыть все сторонние вкладки, которые открыты. Может быть, они притормаживают звук. Ну, в любом случае, если не получается, то вебинар будет доступен в записи, и в случае чего можно потом его послушать, если все-таки не получится. Ну, давайте посмотрим, как прописываются здесь задания. Получайте вот такое окошечко. Оно похоже на обычный текстовый документ. Сюда можно вписать текст. Сюда можно сразу добавить ссылку. Нажимая на точку, участник сразу открывает, допустим, векторину. Кнопочка «Link» – ссылка. Можно сразу ссылку добавить. Можно прямо внутрь текста. Добавить векторину, то есть прописать сначала задание, а потом векторину вставить. Сюда же можно картинки добавить, видео, таблички и многое-многое другое, что вы считаете нужным. Окошечко может быть всплывающим, а может быть открывающимся в отдельной вкладке, если задание большое, или вы хотите сразу большую векторину сюда добавить. Ну и сохраняйте «Save». Вот так участники получают доступ к заданиям, к векторинам. И опять-таки в конце они могут собирать ключевые слова, фразы и многое другое. Цифры какие-то волшебные и так далее. Как им давать вот эти, собственно, волшебные цифры, волшебные буквы и так далее. Для этого можно подключить к этому сервису векторины, созданные в сервисе Learning App. Тоже очень известный сервис. Почему он популярный? Ну, во-первых, потому что на русском языке. Во-вторых, здесь создаются очень просто разные задания векторины. Их тут много, более 20 вариантов. Векторин можно создавать. Что здесь нужно? Почему сервис важный? Дело в том, что есть такая вкладка, называется «Обратная связь». И вот в этой вкладке вы можете прописать те самые волшебные буквы, цифры, которые будут собирать участники. Если участник правильно ответил на вопросы векторины, ему высвечивается ключевое слово или ссылка на следующий этап квеста, или какая-то цифра, которую он должен собирать, артефакт. В общем, это один из немногих сервисов, где есть возможность вот такой обратной связи. И вы можете внутрь сюда вписывать буквы, цифры и другие волшебные вещи, из которых потом на последнем этапе что-то может сложиться у участника. А если вернуться к сервису Genial, то в нем есть даже целый конструктор, который позволяет создавать такие веб-квесты. Сейчас парочку ссылок вам отправлю, чтобы было интереснее. Первая ссылка – это даже не конструктор, это несколько интерактивных плакатов, которые соединили в одну презентацию. Там три задания, это небольшой веб-квест по сказкам. Ничего такого суперсложного здесь нет. Это скорее для детей младшего школьного возраста, но интересно. Проходим задание, помогаем героям сказки. И второй вариант веб-квест – это веб-квест, уже созданный по готовому шаблону. Это путешествие по карте. Но здесь вам уже ничего загружать не надо, карта уже есть. Ваша задача – просто придумать вопросы. Вот такой вариант. Здесь нажимаете на этапы на карте, открывается вопрос, на который вы должны ответить, выбрать верный или неверный ответ. Сюжет такой – ваш самолет совершает путешествие. Если вы ответили верно, то самолет летит дальше, если ответили неправильно, то он терпит крушение. И вы возвращаетесь на изначальный этап и начинаете все сначала. Вот такие веб-квесты можно создавать с помощью Genial. Сервис бесплатный. У него много возможностей. Я только часть перечислила. Есть здесь возможности анимации. Все объекты можно анимировать. Они могут крутиться, вращаться, двигаться по вашему изображению, как угодно. Любой, собственно, объект можно так анимировать, и будет более интересно оформлена ваша викторина-квест. Давайте еще посмотрим несколько вариантов. Ну, Learning Apps на самом деле очень самодостаточный сервис. Можно даже его использовать не как вспомогательный, а как основной. Совсем недавно у него появился шаблон, который называется «сетка приложений». И вот на основе этой сетки приложений можно создавать тоже квест, квест-векторину. Я искала варианты разные. Нашла в основном по информатике. Ну, вот один по информатике, вам сейчас отправлю в чат. И один нашла по сказкам Пушкина. После долгих поисков, как пример, нашла вот еще про сказки Пушкина. Это вторая ссылка. Вот скриншот сейчас на экране. Что собой представляет веб-квест в этом сервисе? Вы получаете стартовую картинку, поле вот такое, на котором расписаны этапы вашего квеста. Здесь вот маршруты с первого по пятый. Дальше какое-то прописано задание, что нужно сделать, что нажимать, куда переходить, на какие вопросы отвечать. А далее участники, поочередно двигаясь от этапа к этапу, открывают викторины, отвечают на вопросы, получают ключевые слова. На последнем этапе из них собирают либо высказывание, либо из этих букв какое-то слово и заканчивают успешно квест. Что нужно для этого? А для этого нужно все вот эти вот викторины, которые будут у вас этапами квеста, заранее сделать в самом этом сервисе. Отдельно. Каждая викторина заранее делается в отдельном виде. А далее вы выбираете шаблон, который называется сетка приложений. Он открывается вот в таком виде. Вы вписываете задание туда, а дальше выбираете на разные этапы, разные задания из тех, что вы заранее создали. Например, первое приложение – игра на развитие внимания и памяти. Найди пару. Дальше нажимаете кнопочку «Выбрать приложение» и из вашего личного кабинета выбираете викторину, которую вы заранее создали. Сохраняете. Дальше вторая игра – классификация. Опять нажимаете «Выбрать приложение», опять выбираете нужное и сохраняете. Количество элементов здесь неограничено. Вы можете не 5 этапов сделать, а больше, если вы больше викторин создали. После этого все это сохраняете, получаете ссылку. Готовый квест вы можете встроить и на страницу своего сайта, и блога, и дать ссылкой для участников, чтобы они над ним работали. Интересно? Быстро. Кроме того, в личном кабинете вы можете проследить, если участники зарегистрируются в Learning Apps, то можно за ними следить, как они проходят этот квест и как отвечают на вопросы на каждом из этапов. Можно даже в Learning Apps работать и никуда, никаких сторонних ресурсов не привлекать. Но, как всегда, маловато будет. Может быть, не все викторины здесь нравятся, может быть, кажется, что слишком детский уровень, хочется какого-то более серьезного варианта. Тогда можно попробовать использовать и задействовать виртуальные доски. Виртуальная доска – это такое безразмерное пространство, на которое можно наносить разный контент. Самый известный сервис для создания виртуальных досок – это Padlet. На самом деле, вот этот вот Learning Apps, который мы смотрели только что, он же, по сути, напоминает действительно виртуальную доску. Просто она ограничена в размерах. Сервис Padlet, например, здесь доска уже не ограничена. Вот пример квеста. Он сейчас как скриншот, и вот ссылочка, как он в реальности выглядит. Квест «Рыбы Кузбасса». Такой биологический квест. Здесь несколько станций, как вы видите, шесть станций на виртуальной доске расположены. И последняя – Google форма для фиксации ответов. Здесь все очень продумано. По очереди участники отвечают на вопросы на каждой станции, получают в ответ какое-то ключевое слово, либо правильный ответ. Его вписывают в эту форму и отправляют организаторам. По итогам квеста можно подвести итоги и награждать победителей. Как видите, здесь на доске прикреплены самые разные виды викторин. Здесь еще и Lening's Apps, есть здесь просто ребусы, есть тут задания с QR-кодами, викторины H5P, пазлы. Есть, если пощелкать, можно все это пооткрывать и посмотреть, как работает. Здесь больше разнообразия, здесь мы не зацикливаемся только на Lening's Apps. Можно использовать все, что угодно. Виртуальная доска предполагает размещение любой информации, которую только можно представить. Очень просто. Вы регистрируетесь, щелкаете в любое место этой доски и получаете список того, что можно сюда вставить. Нас прежде всего будут интересовать ссылки. Link, я ее выделила красненьким. То есть это ссылки на викторины, на задания, которые собраны в разных других сервисах. Ну, кроме того, здесь можно добавлять видео, карты, можно рисовать по этой доске, можно писать какие-то тексты и картинки прикреплять, и многое-многое другое, как дополнительную информацию. Подлит хороший интернет-сервис, бесплатный. Единственное, что здесь есть ограничение на три виртуальных доски. До недавнего времени здесь все было бесплатно, с некоторого времени теперь стало частично платно, и только три доски можно создать для своих таких маленьких веб-квестов. Альтернатива. Альтернатива есть, правда, не такая красочная и не такая многофункциональная. Сервис называется Linaid. Здесь тоже виртуальная доска, но на эту доску информация прикрепляется с помощью стикеров. Ну, вот, к сожалению, пока готовых веб-квестов по этой тематике нет, вполне возможно, что появится, потому что инструмент интересный. Правда, здесь нельзя, что делать, нельзя, наверное, рисовать. Здесь можно прикреплять картинки, видео и ссылки. В виде стикеров это все крепится. Вставляете какой-то текст, прямо копируете ссылку, она отображается, и вы можете все это сохранить нажатием кнопочки «Пост». Максимально все быстро делается. Виртуальные доски, они предполагают совместное редактирование. Вы можете подключать к работе других соавторов, которые вместе с вами квест этот создают. Можно каждому распределить этапы, и каждый придумает свой этап из авторов. Так можно и участников сюда пристроить. Каждый придумал свой этап и разместил его на страничке квеста. Ссылку, которую я вам сейчас отправила в чат, это ссылка тоже на сервис Lina.it, но это как вариант использования в квестах этого сервиса. Можно, например, если у вас в квесте есть задание сделать что-то творческое, презентацию, либо какой-то видеоролик, либо картинку нарисовать, можно Lina.it использовать. Ну, собственно, и падли тоже. Участники на эту доску крепят свои готовые работы. Картинки, презентации добавляют, видео и так далее. И получается вот по итогу такой вот сбор материалов в ходе квеста. Можно тоже и так использовать. Главное дать доступ всем участникам. Регистрироваться здесь не надо для участников. Зарегистрированы должны быть вы, чтобы создать доску. Ну, давайте посмотрим более серьезные решения. Мы уже ближе-ближе продвигаемся, чем дальше, тем солиднее. Если эти квесты были такие, были рассчитаны на школьную аудиторию, если вы хотите более серьезные вещи какие-то создавать, то вот можно попробовать сервис SUTORI. Неплохой сервис, вообще-то он предназначен для создания лент времени изначально. Но со временем его стали использовать как создание различных электронных публикаций. Без привязки к датам, просто размещается такая, на вертикальной оси размещаются разные информации. Вот сейчас я вам ссылку отправила на веб-квест «Профессия программиста». Это дистанционный квест, в ходе которого участники знакомятся с профессией программиста, устанавливают какие-то программы, выполняют задания и отвечают на вопросы тестов. Здесь есть ссылки на эти тесты. Правда, тесты закрытые, там нужны коды и пароли, но тем не менее посмотреть, как это сделано, можно, как иллюстрация. Что здесь интересного? Интересная сама организация материала, блоковая. Здесь можно неограниченное количество блоков вставлять, и блоки будут самые разнообразные. Давайте посмотрим, какие могут быть тексты, изображения, видео, аудио, викторины, игры «Собери пару», подзаголовки разные. Интересные блоки «Дидью нову», интересный факт, какие-то занимательные материалы. И еще интересные обсуждения. Вот эта интересная вещь, ее можно использовать, если вы создаете какой-то квест, в котором участникам нужны подсказки, участники могут потеряться внутри квеста, могут трудности возникнуть в работе, особенно если вы им даете какое-нибудь задание, установить программу и сделать то-то и то-то. Понятно, что будет много вопросов. Для этого есть блок, который называется «Обсуждение форум». Вы его создаете. Единственное, что участникам нужно будет зарегистрироваться внутри сервиса, и они могут принимать участие в форуме, задавать вам тут же внутри самого квеста вопросы. Вы на них будете отвечать, реагировать каким-то образом. Ни в одном сервисе пока такого мы не видели. Вот есть возможность использовать здесь. Все создается очень просто. Нажимаем «плюс», добавляем блок, любой какой нам нравится. Вот здесь я текстовый блок показала. Здесь все очень несложно. Ссылки можно добавить на разные веб-ресурсы дополнительные. Викторина с выбором правильного ответа. Тоже все очень просто. Указываем только, какой ответ верный, какой неверный. Можно картинку добавить. Можно перемещать блоки просто мышью, передвигая их в определенном порядке, расставляя. И получится такой вполне себе неплохой, мне кажется, квест. Сюда можно добавить очень много полезной справочной информации, с которой участники походу могут знакомиться. И тем самым они знакомятся с информацией, отвечают на вопросы и проходят дальше. Вот. Такой уже более познавательный, нежели развлекательный, получается квест. Теперь о минусах. Суторий, к сожалению, тоже монетизировался. И теперь демо-версия с полным функционалом 14 дней всего. 2 недели можно все это попробовать. Но за 2 недели вполне реально освоить этот сервис и сделать квест, а то и не один. К сожалению, через 14 дней функционал урезается очень сильно. Остаются только тексты и картинки. Ну, гиперссылки. Тексты, картинки и гиперссылки. Все. Остальные блоки будут закрыты. Ну, к сожалению, вот так получается. Либо создавать все время с разных аккаунтов, либо попробовать какой-то масштабный проект в этом сервисе выстроить. Суторий есть возможность совместной работы. Она не пропадает после того, как у вас функционал урезали. Совместно можно тоже квесты создавать. Каждый может добавлять свои блоки сюда. Итак. Ну, еще один сервис, который тоже можно пристроить на него квеста. Это сервис Visor.me. Нашла тоже квест, связанный с именем Владимира Ивановича Даля. Это тоже вариант для серьезных познавательных квестов, где от участника требуется познакомиться с какой-то информацией, а затем на основе этой информации либо ответить на вопросы, либо принять участие в викторине, либо каким-то образом проявить себя. Давайте смотреть. Какие здесь есть блоки? Очень похоже на Суторий, кстати. По оформлению отличается. Вообще Visor.me – это сервис для создания интерактивных рабочих листов. И ориентирован прежде всего на школьных учителей, которые дают какую-то полезную информацию, а затем проверяют, как школьники ее освоили с помощью тестов, викторин и так далее. Поэтому чем не квест здесь можно устроить, тем более, что здесь очень большой функционал. Вот все блоки, которые доступны. С замочком – это то, что платно. Но бесплатного, как видите, более чем достаточно. Здесь разные виды викторин. С одним ответом, с развернутым, с выбором из нескольких. Заполнить пропуски, найти изображение, создать пару. Можно добавить таблицу, сортировку. Можно рисовать. Задание на рисование дать. Просто текст вставить, картинку, видео, ссылку. Любой встраиваемый объект по коду – это кнопка «Embed». Можно устроить опять-таки дискуссию. Как мы в Суторе видели форум, здесь тоже можно устроить дискуссию. Так что участники опять-таки должны быть зарегистрированы. Визор.me выгодно отличается от Сутории тем, что он бесплатный. И здесь неограничено количество блоков и количество таких интерактивных листов. Часть функционала за деньги, вот то, что за замочками, вы видите, тут пазлы и рефлексия. Но это не такие уж прямо ценные блоки, чтобы отказаться от использования этого сервиса. Но в итоге получается довольно интересная такая работа, интерактивный квест. Кроме того, если участники здесь зарегистрироваются, вы опять-таки можете за ними наблюдать и следить, как они проходят задания, что они выполняют и так далее. У создателя, у учителя или библиотекаря есть свой личный кабинет, и там можно всю информацию просматривать, кто и как с каким заданием справился. Вот такой вариант. Вот так это выглядит сам конструктор. Вот, например, вверху первое задание «Соедините слова и получите название русских былин» – это создание пары. Вы просто двигаете вот эти веревочки, соединяя их между собой как надо, но затем сервис все перемешает, и участники будут сами их выстраивать, как нужно. Второй вариант – это таблица. Вы даете какое-то задание, назовите главных героев былин, прописываете их как правильно, сервис все вам перемешает, и дальше задание участников выстроить, подобрать каждому герою пару, заполнить таблицу таким образом. Это всего лишь два блока, как варианты, и тут можно очень много чего интересного посмотреть, все это очень красиво работает. Здесь несколько вариантов оформления можно выбрать, шрифты настроить, сделать разные другие настройки, которые украсят вашу работу. Но если нам все-таки хочется какой-то долгосрочный квест, вот все, что я вам перечислила до этого, это все требует не очень больших временных затрат, а если мы хотим долгосрочный квест, какой-то более грандиозный проект сделать, то для этого нам, конечно, понадобится создание информационных ресурсов уже более таких значительных. И прежде всего, это, скорее всего, будет создание сайта или блога. Долгосрочные квесты, они довольно строго прописываются в разной справочной литературе. Например, предполагая, что задания там будут не просто викторины, какие-то пазлы, разгадывание загадок, но там будут более серьезные творческие задания. Например, создание фанфикшен. Что это такое? Ну, это вот всем известные фанфики, любительское сочинительство по мотивам какого-то литературного произведения. Это может быть компиляция, когда участники должны будут сопоставить информацию из разных источников и создать на основе этой информации что-либо, презентацию, ленту времени, может быть, карту какую-нибудь. Далее, поиск и анализ. Участники, опять-таки, ищут что-то в интернете на ресурсах, предложенных им, анализируют и представляют тоже в виде инфографики, например, либо презентации. Детективный сюжет какой-то. Опять-таки, нужно поискать информацию, найти и расследовать. Журналистское расследование. Та же самая история. Нужно сопоставить мнения, факты, найти их, выделить, что верно, что неверно и прийти к каким-то выводам. Вот такие задания чаще всего даются в долгосрочном квесте. Если прописывать структуру веб-квеста, то она будет вот такая вот довольно сложная. Ну, вступление. Что это такое? Здесь прописываются роли участников. Традиционный квест – это ролевая игра. И нужно участникам дать их роль. Это может быть одна роль, допустим, детективы должны следовать то-то и то-то. Либо это может быть несколько ролей. Например, один будет… Ну, вот я сейчас вам буду квесты ссылкой отправлять, посмотрите, там есть ролевые игры. То есть роль может одна, либо несколько быть. Дальше. Во вступлении нужно прописать сценарий, что, собственно, требуется. Найти сокровище. Найти артефакт. Сделать то-то и то-то. Далее. Нужен план работы. То есть во вступлении нужно сказать, из каких этапов, собственно, будет создать игра. И сколько времени отводится на участие в этой игре. Ну, и краткий обзор квеста. Дальше. Центральное задание. Здесь уже поподробнее. Нужно не просто написать «Найти сокровище», а рассказать, чем знаменито это сокровище, почему его, собственно, нужно искать. В общем, чем интереснее будет все это прописано, тем интереснее будет играть в квесте. Далее. Конечно, список информационных ресурсов. Аннотированные желательно. Разные ссылки, где участники могут получать дополнительную информацию и использовать ее в квесте. Ну, каждый этап тоже прописывается. Срок участия, что нужно сделать на этапе, и что по выходу из этапа нужно представить. Есть презентацию, там, отзыв, видео, ответ на вопрос, все что угодно. Далее. Нужно подсказки участникам, руководство на каждом этапе. То есть вы должны предусмотреть, какие трудности возникнут. И по ходу сказать им, сделать маленькие подсказки, либо настроить обратную связь, где они могли бы у вас что-то спросить. Вот это тоже важно. Критерии оценки понятны, потому что каждый квест здесь, результат тоже важен. Поэтому нужно заранее тоже продумать, на каких условиях будут определяться победители квеста. За быстроту или за быстроту и правильность. Либо за творческий подход. Если у вас несколько презентаций представляется по итогам квеста, нужно прописать критерии, художественное оформление, я не знаю, правильность, грамотность и многое-многое другое. Ну и в заключении, это дать возможность участникам либо высказаться по квесту, свои впечатления, эмоции передать, либо как-то подвести итог всему квесту. Последний, исключительный этап. Вот такая строгая структура веб-квеста, если это долгосрочный, долгоиграющий проект. Ну, как это все делается? На самом деле все это выглядит сложно, но не так сложно на практике. Для того, чтобы такой вот долгосрочный проект сделать, можно воспользоваться, например, платформой, которая называется Блогер. Это бесплатная платформа, изначально созданная для создания блогов и для ведения блогов. Я думаю, многие из вас видели, что это такое. Многие библиотечные блоги ведутся вот именно здесь. Блогспот.ком Чем интересна эта платформа? Она привязана к сервису Google. И если у вас Google аккаунт есть, вам даже регистрироваться не надо. Просто выбираете раздел «Блогер», нажимаете «Создать блок» и через полчаса у вас блок уже готов. Самый простой вы можете буквально в несколько кликов создать, но далее уже приступить к его оформлению. Здесь много настроек. Вы можете и цвет, и фон выбрать, и шрифт сделать таким, как считаете нужным. Самый большой плюс – здесь нет рекламы назойливой, как, допустим, на многих конструкторах сайтов она присутствует. Здесь ничего такого нет. Все очень просто и несложно. Вот, как видите, я вам сейчас квест дала в гостях у помещиков по поэме Google «Мертвые души». Здесь есть вступительное слово, здесь есть уровни. Сбоку есть ролевые игры, роли участников – психологи, дизайнеры, экономисты, кулинары. Дальше можно посмотреть отчеты, анкеты. После прохождения каждого уровня уровней все прописаны. Если полистать вниз, то можно увидеть, как это все сделано. Это как вариант квеста, созданного на платформе «Блогер». Все здесь не очень сложно. Вы создаете новое сообщение. Вот это конструктор для сообщений. Вписываете название, далее прописываете какой-то текст. Внутрь вы можете вставить презентации, видео, викторины, любые встраиваемые объекты, ссылки, карты, все что угодно. Сохранить это все и предложить участникам. Есть возможность сохранения черновиков. В этом сервисе что-то такое. Вы можете заранее все этапы квеста набрать вот такими отдельными сообщениями. Но не публиковать их всех сразу, а по ходу выполнения. Допустим, на первый этап у вас заявлена неделя для выполнения. И вы ровно через неделю публикуете второе сообщение, второй этап. Их не нужно создавать тут же, просто заранее все сделать, а затем из черновиков их публиковать. Очень интересная и полезная функция. Еще плюс, здесь записи будут в обратной хронологии. То есть новая запись будет сверху. И участникам не надо будет искать, где новый этап. Они открывают ссылку и сразу попадают на первое верхнее сообщение. Это и будет новая информация новым этапом. И здесь можно в колоночках слева и справа добавлять разную полезную информацию, ссылки полезные, которые могут пригодиться участникам при прохождении квеста. Вот таким образом это все работает. Другой вариант – создание Google сайта. Google сайт – это тоже хорошая вещь. Она тоже привязана к сервису Google. Регистрироваться в нем не надо. Вы просто нажимаете «Создать сайт» и приступаете к его созданию. Тоже все очень быстро делается. Буквально за полчаса вы можете создать простой сайт. Здесь не так много настройок, как в блогере. В блогере все-таки побольше будут. Здесь всего 6 цветовых схем, 6 форматов для оформления. Однако возможности абсолютно такие же. Картинки, тексты вставляются. И любые встраиваемые объекты. Карты, презентации, игры, викторины и многое-многое другое. Видео с YouTube. Все что угодно. Блоки можно менять местами, переставлять и передвигать мышью, как считаете нужно. По итогу получается вот такой квест на сайте. Вот вариант такого квеста. Я сейчас в чат вам отправлю ссылку. Как это все сделано было в квесте. Квест назывался «По следам капитана Гранта». Участники попадают сразу на вступление, на стартовую страницу сайта и получают какую-то информацию. Вводную, задание, которое они должны выполнить. Ознакомятся с дополнительной информацией, а затем приступают к выполнению задания. Интересная вещь. Чтобы приступить к выполнению задания, нужно ударить в морскую рынду. Морская рында – это картинка, за которой скрыта гиперссылка. Нажимая на эту рынду, вы открываете викторину, на которую вы должны и ответить. Вот так выглядит викторина. Чтобы начать расследование, нужно решить Ребус. Он создал знакомый нам уже Ленин Эпс в этом сервисе. И в обратной связи появляется ссылка для прохождения нового этапа квеста. Вот она внизу. Если вы решили, что задание верно, эта ссылка вам откроется. Вы на нее нажмете и попадаете на новую страницу этого сайта. И там будет новый этап. Точно так же вы знакомитесь с какой-то информацией, отвечаете на вопросы, выполняете задание и переходите на новый этап. Плюс по ходу выполнения всех этапов вы собираете ключевые слова. И ключевые слова отсылаете организаторам через, опять-таки, знакомую нам Google-форму. У организаторов они выстраиваются вот в такой табличке. И организаторы могут проверить, у кого какое ключевое слово, кто ответил верно, а кто неправильно. Таким образом, участники одновременно переходят с этапа на этап и одновременно собирают ключевые слова. Кто верно решил все задания, собрал все ключевые слова, тот и победителем становится в этом квесте. Вот так выглядит Google-форма. Ее очень легко встроить на страницу Google-сайта. Она на русском языке. Вы просто выбираете раздел Google-форма, создаете ее у себя на Google-диске, даете задания. Здесь можно разные викторины делать. С выбором верного и неверного ответа. Либо просто открытый вопрос оставить, чтобы туда вписывали, например, ключевое слово. Сюда можно картинки прикреплять, видео, таблицы создавать, и многое-многое другое. Можно установить обязательный вопрос, если нужно, чтобы на этот вопрос ответили верно. И можно ограничить время приема Google-формы. Например, если этап у вас рассчитан ровно на неделю, то можно посчитать, до какого числа принимать эту Google-форму. Ну, а те, кто не успел, соответственно, с этапом не справились. Можно такой вариант более жесткий придумать для участников. Еще один вариант квеста тоже на странице Google-сайта создан. Это уже по русским народным сказкам. Здесь, в общем, принцип очень похожий. Тоже задание, тоже переход с этапа на этап. Правда, здесь небольшая подсказка. Все этапы можно в меню увидеть этого квеста. Но здесь, походу, собирают такой импровизированный сказочный блокнот, собирают разные сказочные буквы и цифры, из которых потом на последнем этапе должно получиться нечто. Но это тоже как иллюстрация. Квест уже не работает, но он в интернете существует. Можно полистать и посмотреть, как это сделано. С точки зрения технической, ну и как это оформлено. Тоже довольно интересный вариант квеста и принцип похожий. Проходим первое задание, открываем следующее, получаем ссылку на следующее и так далее, двигаясь от этапа к этапу. Еще один хороший сервис для создания квестов – это сервис Tilda. Он тоже для создания сайтов и блогов предназначен в первую очередь. На нем тоже можно построить квест, и квест получится довольно симпатичный. Если посмотреть в плане оформления, то весьма стильно смотрится. Здесь такие прокручивающиеся изображения, параллакс, картинки. Здесь разные интересные оформления, списки, фотогалереи. Вставляются разные встраиваемые объекты, презентации, видео, карты и многое-многое другое. Полистать, если понажимать ссылочки, посмотреть, как это работает, все очень симпатично в итоге смотрится. Tilda на сегодняшний момент считается одним из самых лучших конструкторов для создания сайтов. Плюс, что этот сервис на русском языке. Чтобы создать сайт, достаточно просто зарегистрироваться. Сервис условно бесплатный. Даже не сказать, что это сервис, это уже целая платформа. Что здесь можно сделать? Когда вы только регистрируетесь, вам дают возможность пользоваться всеми блоками. Здесь блочная система. То есть вы выбираете нужные вам блоки и загружаете их на свой сайт. Сейчас до ограничений дойду. Блоки есть платные, есть бесплатные. Если вы впервые зарегистрировались, то вам все возможности дают попробовать бесплатно. Раньше был месяц, сейчас две недели. В 14 дней вы можете освоить всю эту платформу, попробовать все любые блоки, какие захотите, и даже сделать целый сайт. Здесь можно внутри этого сервиса создать 50 страниц бесплатно. Это могут быть отдельные публикации, которые вы можете связать, кстати, гиперссылками между собой. Либо это могут быть просто целые сайты. Вы в один сайт это все объединить можете. Сайт на 50 страниц получится. Вы можете ведь на одной платформе сделать несколько квестов, допустим, 5 квестов по 10 страниц. Просто связать их между собой ссылками. Вот такая вот хитрость есть. Не обязательно, что вы создали один сайт и все. Вы можете сделать как отдельные публикации и связать их гиперссылками между собой. У вас будет тот же самый квест на 10 страничек, например. Таких квестов в режиме бесплатного можно создать 5 штучек. Ну, в любом случае, это с одного аккаунта. Если у вас несколько адресов электронной почты, вы можете в сервисе регистрироваться несколько раз и создать 2 или 3 сайта. Тоже вариант. Такая хитрость небольшая. Как только у вас заканчивается бесплатный аккаунт, вам предложат либо подтвердить бесплатность, либо перейти на платный инструмент. Если вы остаетесь на бесплатном, то функционал будет немножко ограничен. То есть не все блоки вам будут доступны. Однако, вот в списке в меню практически доступно все. Вы можете заголовки, тексты, изображения, галереи, ключевые фразы, колонки, разделители, меню добавлять. Просто внутри каждого из этих разделов будет блоков поменьше. Вот те, которые темным выделены, например, галерея, она более темный значок. Она открыта, не можно работать. Светлым, вот следующее изображение, и там еще дополнительно что-то написано, на слайде плохо видно. Вот то, что более таким светлым фоном, это уже становится платным закрытым блоком. Но, к сожалению, вот так работает этот инструмент. Платная подписка здесь стоит физическим лицам 750 рублей в месяц. Вот, если вы хотите что-то такое перейти на платный тариф. Но, есть тут хорошая новость в том, что если вы создаете, вот за эти 14 дней используете все платные блоки, и если вы сохранили квест и больше вы не редактируете, то у вас все платные блоки будут работать. Вот. И таким образом, тут самое главное, не возвращаться к квесту и не изменять в нем ничего, ничего не редактировать. Тогда вся платность, она сохранится и будет работать. Это уже проверено на практике. Как это работает? Создаете сайт. Здесь очень большое количество разных шаблонов и оформлений любого. Здесь есть и шаблон для воркшопов, для мастер-классов, для интернет-магазинов. Просто обычные стандартные шаблоны. Любой можете посмотреть, попробовать внутри. Вы в любой момент его можете перестроить, убрать ненужные вам блоки, добавить что-то нужное из списка. Но начинать для начинающих лучше начинать с какого-то шаблона, просто под себя его немножко перестроить. Ну вот более таким, выделила жирным шрифтом, что здесь интересного есть. Заголовки, тексты, картинки, это нам все понятно. Есть разделители, есть меню вверху сайта, если вам оно нужно. Списки страниц. Так называемая шапка, это сообщение вверху. И подвал, соответственно, это сообщение внизу. Можно кнопочки для каких-то социальных сетей сюда добавить. Здесь любой элемент можно настроить, выровнять по центру, справа, слева, добавить эффекты анимации, высоту, цвет, шрифт. Все это выбирается совершенно спокойно. Здесь любой элемент настраивается. Если погружаться в настройки, то это, конечно, отнимает время, но эффект получается очень симпатичный. Вы, кстати, можете по умолчанию использовать все настройки, которые есть внутри шаблона. Здесь все довольно продумано и интересно. Даже если не углубляться и не настраивать каждую буковку и циферку, получается очень достойный продукт в итоге. Тильди. Ну и, наконец, в заключении. Еще один сервис, совсем недавно я его обнаружила. Это сервис, который заявил себя как конструктор для создания веб-квестов. Если вы не хотите самостоятельно создавать сайт, ну, у вас просто нет времени, либо по финансам не очень подходит вариант, можно использовать конструктор Zoonal. Это сервис, который предоставляет вам несколько страниц для создания квеста. Наподобие сайта. Вот сейчас я вам ссылочку отправила про Александра Сергеевича Пушкина. Вы можете полистать и посмотреть. Единственный недостаток, он на английском языке. Но можно с помощью гугл-переводчика его попробовать перевести. Вот немножко получилось даже. На скриншоте видно, что вот с левой стороны колонки, и они уже переведены на русский язык. Здесь прописана вся структура квеста. Вот то, что я в самом начале вам рассказывала о долгосрочном квесте. Здесь все прописано. Привет – это вступление. О чем квест? Для кого он адресован? Введение – здесь описывается задание, что нужно от квеста. Дальше – задачи. Здесь уже поэтапно расписывается каждый этап квеста. Процесс – здесь тоже. Этапы и подсказки по ходу этих этапов. Оценка – это критерии оценки, как будут оцениваться этапы. Дальше здесь есть выводы. Это итог заключения квеста. Ну и справочные страницы для учителя и для статистики. И многое-многое другое. Вот таким образом работает этот сайт. Вы регистрируетесь на нем. Ну вот я зарегистрировалась. Вот таким образом выглядит на английском языке до того, как его перевели в Google переводчики. Надписи на английском, но я постаралась разобраться, что здесь что. Прописывайте вверху название квеста. Вот я открыла сразу задание. Задач может быть несколько. Несколько этапов, несколько задач. Здесь можно загрузить стартовую картинку. Вот там, где синенький текст какой-то набран, рядом кнопочка «Изменить текст». Мы ее нажимаем, и открывается конструктор для того, чтобы набирать в нем текст. Вы можете туда вписать задание. Здесь же внизу можно прикреплять ссылку на дополнительные материалы. Ну вот те самые ресурсы, которые нужно исследовать, чтобы ответить на вопросы квеста. Вы можете файлом их прикреплять, текстовым, например, либо как ссылки на веб-ресурсы. Две кнопочки. Первая для файлов, вторая для ссылок. А вот текст задания. Сюда вписываете, например, задание, что нужно. Далее, внутрь задания, я в красную рамочку выделила, можно вставить ссылки, картинки, таблицы, видео. Ну, практически все, весь набор можно добавить внутрь задания. Участники переходят по ссылкам, знакомятся с информацией, рассматривают картинку, но дальше отвечают на какие-то задания, вопросы, выполняют какие-то ваши задания. Тут все на ваше усмотрение. Теперь по поводу ограничений. Зунал тоже сервис не абсолютно бесплатный. Бесплатно вам позволят сделать только один квест, к сожалению. Все хорошее дается нам не дешево. Поэтому можно попробовать, можно поэкспериментировать. Это интересно. Особенно, если вы впервые создаете квест. Здесь хороший вариант, что здесь все прописано уже, все поэтапно. И вы, потренировавшись на этом конструкторе, можете потом самостоятельно свой собственный сайт создать и по вот этой структуре уже там что-то сделать. Такое интересное и разнообразное. В заключении, если вам что-то понравилось из того, что я вам показывала и рассказывала, я собрала обучалки на все, что я упоминала в ходе нашего вебинара, начиная от сервиса Лерниса, заканчивая Зунал. Это обучалки и гиперссылки активные. Дополнительные справочные материалы о том, как что работает и как что сделать. На последнем слайде мои координаты, если у вас возникнут какие-то вопросы, где меня можно найти и по адресу электронной почты, и в группе ЭКТ Мастерилки. И в конце тут есть полезная ссылка, называется «Коллективная копилка библиотечных веб-квестов». В 2017 году проходило обучение библиотечных сотрудников, учили их создавать веб-квесты, и итогом стало создание вот такой коллективной копилки. Копилка интересна тем, что здесь можно посмотреть интересные идеи для квестов. Если вы впервые столкнулись с такой формой работы, можно обратиться в эту копилку и посмотреть, как это делают другие библиотекари. На этом, пожалуй, все на сегодня. Спасибо вам большое за то, что слушали, за то, что пришли. Завтра мой второй вебинар, он называется «Интерактивное видео своими руками». Буду рассказывать о том, как делать интерактивные видеоролики. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok